Одна из самых главных изюминок BLACKPINK — их универсальный стиль. На протяжении всей деятельности они пробуют что-то новое с каждым возвращением. Но так ли просто менять концепт каждый раз? Ведь чтобы менять стиль, нужно полностью погружаться в него. Тем более, в кип-поп индустрии айдолам необходимо показывать настроение своей музыки. Например, основное направление playing with fire — это сильная влюбленность. То, что происходит в этой песне, никогда не было у Дженни. Следовательно, чтобы передать эту атмосферу, ей, как и остальным, понадобилось время. Kill This Love — трек, в котором BLACKPINK должны показать уже более опытную версию себя. Вдобавок, стили треков тоже очень сильно отличаются друг от друга. Кстати, насчет песен. Как вы относитесь к русским каверам? Хочу порекомендовать вам канал Stigma Tire. Девушка занимается созданием каверов на популярные кип-поп-песни. На канале уже можно увидеть каверы на песни таких групп, как BLACKPINK, BTS, EG, Monster X, TWICE и многие другие. Также на канале уже вышел свежий кавер на новую песню BLACKPINK — How You Like That? И есть отдельный плейлист специально для блинков. Переходите и подписывайтесь на канал по ссылке в описании к ролику. Субтитры сделал DimaTorzok Как известно, Блинкам на создание новых концептов уходит достаточное количество времени. Минимум год. В то время, пока трудятся над их возвращением, другие компании успевают представлять новых артистов. И не у всех получается создать что-то новое. Как вы уже все поняли из названия ролика, мы будем говорить о хореографии. Хореография входит в выступления поп-артистов. И это то, над чем так же усердно работают, как над треками. Если посмотреть на новую хореографию BLACKPINK, то можно сделать вывод, что те, кто ставили танец, решили не экспериментировать с чем-то новым, боясь, что они кого-то скопируют. Поэтому просто соединили прошлые постановки и добавили несколько новых, но не особо запоминающихся движений. Танец в кей-поп — такой же важный элемент, как и сама песня, под которую его ставят. И если ты не умеешь управлять своим телом, ты просто не сможешь стать айдолом, если, конечно, у тебя не потрясающий голос. Тем не менее, к постановке хореографии относятся очень серьезно. И для создания танца под кей-поп-песню приглашают опытных хореографов. Нам уже достаточное количество раз показывали запоминающиеся и невероятно красивые танцы. И в основном это движения, похожие на волны, тверк и много других красивых движений, которые стали уже стилем BLACKPINK. И появляются почти в каждой постановке. И не на все песни придумали хореографию. Например, к See Later нет какого-то основного танца. Там обычный танец, который выполняет подтанцовка, и еще некоторые движения делают сами участницей. Такая же ситуация с Kick It. В постановках BLACKPINK начали появляться уже знакомые движения еще с Сэр и Ду-Ду-Ду, но об этом позже, так как сегодня мы собрались здесь, чтобы обсудить хореографию How You Like That. Первое, что мы заметили, движения из хореографии Playing With Fire. Только в этот раз Джису и Дженни поменялись местами. Кстати, как заметили многие блинки, в этом камбэке Джису чаще стоит впереди, а вот Дженни отныне чаще стоит сзади. И в принципе, многие блинки довольны, потому что до этого Джису всегда стояла сзади. До этого, при просмотре танцевальных практик, я замечал, что у Джису получается немного хуже. Но когда я посмотрел танцевальный перформанс How You Like That, Джису никак не отличалась от остальных. Итог, она улучшила танцевальные навыки. Поэтому она заслужила место в первом ряду. Но так как все равно кто-то должен стоять сзади, туда поставили Дженни. Еще один очень знакомый момент, который узнает каждый блинк, движения из завершающей части. Это то самое движение из припева Бумбая. Движение на партии Розе, кажется, стало уже фаворитным движением. Это движение похоже на хореографию Kill This Love, которым они спрашивают, и что? Или, ну как? Если в партии Розе этот момент фаворитный, то у Джису этот. Еще для Розе любят готовить такую хореографию, в которой она может на немного почувствовать себя моделью. А танцевальная студия в это время автоматически превращается в подиум. Хлопки мне напомнили Forever Young, а плавные движения руками напомнили хореографию Whistle. Если присмотреться, то кажется, что когда создавали танец под How You Like That, они вдохновились Don't Know What To Do. Далее вы увидите нарезку из двух танцев, без моего комментирования, чтобы понять, что танцы действительно имеют что-то общее. Субтитры создавал DimaTorzok В начале было сказано о том, что и в предыдущих хореографиях Blackpink есть общее движение. Поэтому сейчас будет еще одна нарезка. Субтитры создавал DimaTorzok Резюмируя, комментаторы поделятся на несколько категорий. В первую категорию входят те, кто будет говорить, что у Blackpink действительно однотипные танцы. Представители второй категории начнут ругаться под подобными видео, что люди, адекватно говорящие о том, что в танцах есть общее движение, хейтеры и вообще не блинки. А третьи просто будут наслаждаться контентом, который делают для нас Blackpink. Еще они со смехом будут наблюдать за срачкой между участниками первой и второй категории. Так как то, что выпустили Blackpink это танцевальный перформанс, а не танцевальная практика, где они обычно находятся в комнате для занятий YG, может быть в скором времени они загрузят еще и танцевальную практику. Насчет навыков девушек. Как говорилось ранее, Джису улучшилась в танцах. Многие говорили, что она стала танцевать лучше с Сэры Ду-Ду-Ду, но думаю, что именно сейчас она достигла хорошего уровня. Еще многие хвалят ведущего танцора Розе. Некоторые даже говорят, что она подошла бы для позиции главного танцора. Но она главный вокалист. Кстати, почему ее не замечали до этого? Скорее всего она так же, как и Джису, улучшила свои навыки. Ну и к тому же, у нее в песнях больше партий, чем у остальных. Поэтому на выступлениях она больше делает акцент на вокале, потому что в первую очередь она должна показать то, что является главным вокалистом. Но одновременно танцевать энергичные танцы и петь высокие ноты дело не из легких. Тем не менее, насколько бы она не была хороша для позиции главного танцора, эта роль уже занята Лисой. Она очень хороша в танцах. Во втором припеве для нее можно было придумать что-то посложнее. Дженни тоже очень хороша в танцах. У нее очень плавные движения. Как заметили некоторые фанаты, у нее на ногах были синяки. Возможно, это еще не зажившие синяки после ее травмы ноги. Да, перед камбэком Дженни повредила ногу, упав с беговой дорожки. А может это новые травмы, полученные на репетиции. Так как в завершающей части хореографии How You Like That, девушки танцуют на полу. Небольшой прогноз. Если вы помните, изначально в хореографии Playing With Fire был момент, в котором девушки садятся на пол. В Don't Know What To Do тоже было достаточно таких моментов, где они танцуют на полу. Но со временем эти движения убирают, и это немного грустно, так как это выглядит эффектно. А после того, как этот момент меняют, девушки просто сидят на полу. И выглядит это так себе. Как думаете вы, изменят ли завершающую часть хореографии How You Like That? Не забывайте подписываться на канал, включать уведомления, ставить лайки и оставлять комментарии. Спасибо за просмотр, до скорых встреч.